В прямом эфире репортера новости в студии Григория Блайда. Здравствуйте! Сотни людей пришли проститься с семьей, погибшей во время пожара на поселке Котовского. Мать и пятерых детей проводили в последний путь не только родственники и друзья погибших, но и просто неравнодушные люди. Напомню, трагедия произошла 2 декабря в 5 часов вечера. Причиной пожара спасатели называют детские игры с огнем. Четверо детей и их мать погибли сразу же от угарного газа. За жизнь 9-летнего Ильи боролись медики, но его спасти не удалось. В живых остался лишь отец семьи. Он продолжает находиться в больнице и уже, к счастью, пришел в себя. Соседи говорят, семья была дружной и глубоко набожной. Самому младшему ребенку Матвею было всего 2 годика. В Киевском районном суде прошло слушание по делу ДТП в Южном. Напомню, 27 сентября прошлого года боец Айдара насмерть сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Ранее сторона подсудимого ходатайствовала о передаче дела в военную прокуратуру, но во время заседания был предоставлен документ от Министерства обороны, который говорит о том, что обвиняемый не является военнослужащим вооруженных сил Украины. На слушание пришел лишь один понятой, показания которого никак не сходятся со схемой ДТП, предоставленной суду. В связи с недостатком показаний, свидетели заседание снова перенесли на этот раз на 8 декабря. Опросили оппонентова, присутствующего при составлении схемы ДТП. На мой взгляд, рассказал правду немножко, потому что свидетели со стороны обвиняемого утверждают, что между полосами движения росли деревья, стояли скамейки, кусты по плечу огромные. Хотя действительно человек в городе живет, и говорит, что никаких насаждений не было. Речь вся в чем? Они же хотят добиться того, что, понимаете, снеслись ребенка с пешеходного перехода, а утверждают, что он кинулся сам на машину в область двери. На сегодняшний день перед защитой стоят два вопроса, которые необходимо разрешить в судебном заседании. Первый вопрос, была ли возможность у гражданина Жуковского избежать наезда на пешехода. Тогда это будет влиять на степень его вины. И второй вопрос, это квалификация. Дело в том, что гражданин Жуковский являлся военнослужащим и управлял военным транспортом. Дорожно-транспортное происшествие, совершенное во время управления военным транспортом, требует иной квалификации. Там степень тяжести преступления ниже. Но, к сожалению, прокуратура на переквалификацию не идет. Сотрудники заправки БРСМ «Нафта» перекрыли дорогу на пересечении Атамана Головатого и Атамана Чипиги, а также на площади Ярмарочной и Николаевской дороги. Люди говорят, с их предприятия незаконно вывозят горючее. Они утверждают, что речь идет о рейдерском захвате. Сейчас парализована работа сети заправок по всей Украине. Они начали придумывать, что мы пророссийские какие-то, что мы какие-то там вообще российскую армию финансируем. Это неправда, что мы пришли работать на украинскую фирму. Мы хотим работать, как обычные все люди, они пытаются это забрать. А у нас нет в Украине, эта заправка. Их же сотни этих заправок. Их сотни, все сотни закрывают. Но только в Одессе вот так вот в наглую приходят и в ноль сливают себе топливо. И увозят непонятно куда. Без актов, без протоколов, без ничего. Нет в постанове суда того, чтобы они имели право увозить топливо. Нет ни экспертизы, ничего. Они пришли в наглую, заходят носом в пол и забирают все. Вплоть до того, что забирают деньги с кассы. Пока акцию протеста заметили лишь полицейские и водители, из-за перекрытия дороги образовалась внушительная пробка со стороны поселка Котовского. Мы хотим, чтобы нас услышали. Хорошо, вас услышат. Вы посмотрите на людей. Они тут при чем? А у вас будут забирать работу? Причем они здесь? Вы хотите нас оставлять без работы? Причем здесь эти люди? Так нас просто оставляют без работы, без короления семьи. У меня ребенок маленький в семье. Вы блокируете сотню людей. Я напомню, конфликт на БРСМ продолжается уже несколько дней. Вчера двое сотрудников заправки грозились поджечь себя на рабочем месте. Их увезли сотрудники полиции. Сегодня днем в районе Херсонского сквера произошло ДТП с участием шести машин. По информации патрульной полиции, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он вызвал себе скорую. Однако после того, как медики отказались его госпитализировать, пытался сбежать из кареты скорой помощи. Однако его задержали патрульные. Водитель пройдет судмедэкспертизу, а его авто будет доставлено на штрафплощадку. И на улице Сигецкой ночью сгорели два автомобиля. По информации полиции, вначале взорвался Volkswagen, а затем пламя перекинулось на припаркованный рядом Kia. По предварительной информации, это поджог. Никто не пострадал. Сегодня ночью на улице Сигецкой горели два автомобиля. По информации патрульной полиции, один из них взорвался. Местные жители говорят, что они слышали хлопок. Я слышала, какой-то хлопок такой небольшой. Я сама удивляла, как она не взорвалась. И подумала, это свадьба, наверное, у кого-то из этих вот стрелях. А та постоянно тут черная стоит, всегда одна. А потом это стало тоже стоить. А потом вот эта, где она взялась, откуда, не знаю. Ну, в три часа ночи, я не сплю, в три часа ночи я встала, смотрю. А снег же шел, снежок. И это, думаю, что такое снег, что ли, вот это стоит уже. Но уже машина была обгоревшая. По предварительной информации, автомобили подожгли неизвестные. Анна Граденцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Цупрун на встрече с одесскими медиками рассказала о грядущей реформе. Ее главными элементами станут упор на превентивную медицину, государственное обеспечение лекарственными средствами и переформатирование скорой помощи. Согласно реформе, с нового года у каждого появится семейный врач, который выбирается пациентом на один год. Скорая начнет выезжать только на экстренные случаи. Для остальных же в реформе предусмотрена консультация в режиме звонка. В многих местах есть колл-центры, где пациент может позвонить и поговорить с лекарем, медсеструю или фершером по телефону. И запитаться эти вопросы, або даже начать какие-то не очень аргентные лекарства себе. Для пациентов. Как это будет выглядеть? Я пациент. Я хочу пить до своего лекаря. Ну, че я захворіла, че не захворіла, маю какие-то вопросы. Я выбираю собі лекаря первинної ланки, не привязанного до места проживания, не привязанного до места, где я прописана, а там, где я хочу пить. Я вижу, что у вас, вы, есть терапевт, я хочу до вас. Я приходю до вас, спілкуюсь с вами, погоджуємося, что я буду вашим пациентом, я с вами подписываю договор. Реформа предполагает и реимбурсацию, то есть деньги за ряд лекарств начнёт компенсировать государство. В связи с этим врачи будут выписывать рецепты не на торговые марки, а на общие характеристики необходимых лекарств. И в Одессе с 1 января 2017 года просмотр центральных телеканалов станет платным. Ещё 5 октября Верховная Рада приняла закон, запрещающий трансляцию центральных каналов в бесплатном доступе. Все украинские кабельные операторы обязаны сформировать новый базовый пакет, в который войдут каналы следующих медиагрупп. А также пятый канал президента Украины. Добавятся бесплатные каналы, парламентские каналы Рада и перши национальные. А также одесские каналы УДТРК, А1, Одесса+, Глаз, Град, Первый городской, Седьмой канал, Академия, Третий цифровой и Репортер. Я отмечу, медиагруппы А1+, и Starlight Media просят за просмотр своих каналов 75 копеек с абонента в месяц. Группа каналов Украина просит 45 копеек, пятый канал 10 копеек с абонента в месяц. Суммарно обслуживание каналов всех медиагрупп обойдётся одесским кабельным провайдером около полутора миллионов гривен ежемесячно. Для потребителя абонентская плата за новый базовый пакет может возрасти вдвое. Также операторы отмечают, что предоставители центральных каналов до сих пор не подписали с ними новые договоры о сотрудничестве. Если таковые не будут оформлены до 31 декабря, то уже с 1 января нового года зрители могут остаться без этих каналов в телевизионной сетке. На сегодняшний день договора не заключены. И все каналы начали только высылать свои предложения. Эти предложения являются не очень выгодными для нас, так как суммы являются не очень подъёмными. И это прежде всего повлияет на то, что необходимо будет повысить стоимость социального пакета. Так как все каналы, которые входили ранее в универсальную программную услугу, это 1 плюс 1, Интер, они оттуда ушли и становятся платными. Это прежде всего повлияет на то, что необходимо будет повышать стоимость социального пакета для потребителей. Но вы понимаете, что потребители тоже начнут отказываться, уходить, возможно на тарелки. На государственной границе нет места коррупции. Акция с таким названием прошла в Одесском аэропорту. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря. Компания одновременно стартовала в Украине, Молдове и Румынии. Отмечу, что за 2016 год в пограничной службе нашей страны зафиксировано более 5000 случаев проявления коррупции. Нареканий, скарг на сегодняшний день стало набагато меньше, а в деяких направлениях, пунктах пропуска взагалі отсутствуют. Потому что реальная работа против действия коррупции. Персонал отмечается от отримания неправомирной вигоды. Про это я уже говорил, что за сегодняшний период, с начала этого года, уже зафиксировано 144 отмечается от отримания неправомирной вигоды. Чего раньше не было. Всех пассажирам и присутствующим раздавали информационные буклеты на трех языках. Что вы говорите? Что у нас будут бороться с коррупцией? Ну а вы встречали до этого факты, когда пересекали границу? Всю жизнь только встречаю коррупцию, коррупцию. И что с этим делать вообще? А? Ну что? Как ее побороть? Я-то ее не могу бороть. Я же не работаю в этой области. Зато кто работает в этой области, пусть работает. Ну вот они сейчас выдают вот такие вот буклеты. Выдают. Лучше бы они садили тех, кто берет коррупцию. И Украина отмечает 25-летие вооруженных сил. По этому поводу горожане возложили цветы к памятнику неизвестному матросу на Аллее Славы. Церемония возложения сопровождалась маршем памяти и исполнением гимна Украины. Также в честь погибших бойцов был дан традиционный оружейный залп. Мы сегодня празднуем День вооруженных сил Украины. Это для нас значимый праздник, особенно последние три года, когда идет война на Востоке. А это можно назвать именно войной на Востоке. Мы все граждане Украины благодарны нашим защитникам за то, что они отстаивают нашу независимость и нашу целостность в данный момент на Востоке нашей страны. Отмечали День вооруженных сил Украины и служащие военного флота. Символичным в этот день стало включение двух бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянск» в военно-морские силы Украины. На причале практической гавани прошла церемония поднятия флага на этих катерах. Константин Гречан и все видел и продолжит. На практической гавани командование военно-морских сил, чиновники разного уровня, а также пресса со всей Украины. Рядом с флагманом украинского военно-морского флота фрегатом «Гетман-Сагайдачный» расположились два бронированных артиллерийских катера «Аккерман» и «Бердянск». Обе боевые единицы во время испытаний показали хорошие ходовые качества и бесперебойную работу всех механизмов. Умовы и выполнение катера сделаны в целом для экипажа. Доступны, комфортны, что позволяют выполнять задания за своим призначением безпосередньо. На катере установлены автоматичные системы бороться за живучесть катера, что позволяют в автоматическом режиме, не залучающий особенный склад, бороться с пожежой, бороться с насходжением воды. Конструкция корпуса данного корабля рассчитана таким образом, что на радиолокационных станциях, как на авиационных, так и на боевых станциях, данный корабль дает очень маленькую засветку. То есть на дистанции где-то, ну скажем так, 8-10 километров, на радаре это будет засветка, как от маленькой шлюпки. То есть практически взять на сопровождение радиоэлектронным способом нереально. Система дымопуска автоматическая, то есть не надо выходить человеку, ничего запускать. То есть в случае обнаружения лазерного облучения катером, срабатывает звуковая сигнализация, запускается система дымопуска, мы уходим, прячемся в свой дым. Командование военно-морских сил обещает, что к осени следующего года на воду спустят еще 4 боевых катера. Также в следующем году государство выделит средства на дофинансирование строительства украинского корвета, которое длится с 2010 года. Я уверен, что та постановка, которая принята сюда продолжение финансирования проекта корвет, она будет в життя втелена, и мы отримаем тот класс корабля, который нам потребен. А это корабль классу корвет. Как и подобает, в торжественные дни персональные награды нашли проявивших себя служащих военно-морских сил Украины. Защищавшие границы Украины в зоне антитеррористической операции получили знаки отличия из рук командующего военно-морских сил Украины Игоря Воронченко. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Журналист, редактор и писатель Евгений Голубовский презентовал в литературном музее новую книгу «Глядя с большой Арнаутской». Это сборник рассказов, многие из которых автобиографические. Так, Евгений Голубовский отметил солидный юбилей. Вчера ему исполнилось 80 лет. Вот этот человек был некой глыбой и неким символом уже тогда для меня. И я предположить не могла, что когда-то мне так посчастливится в жизни, и я смогу работать рядом с Евгением Михайловичем и видеть какой-то молодой, задорный человек с горящими глазами. Жизненная креда помогает другим максимально. Достижение – дочка. Самолет «Боинг-767» уже приземлялся в Одесском аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта и уточнила, что произошло это несколько лет назад. Напомним, в связи с прилетом футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» из Англии для проведения матча Лиги Европы против Луганской Зари в аэропорту специально изменят разметку. Обслуживание самолета согласовано с государственной авиационной службой. «Боинг-767» – это будет не первый прием в аэропорту Одесса. Уже такой самолет садился несколько лет назад, совершал посадку в международном аэропорту Одесса. Этот прилет, он согласован с… Это дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет. Его прилет, его обслуживание в аэропорту Одесса согласовано с государственной авиационной службой Украины. Получено разрешение на этот прилет. Кроме того, согласована схема движения по аэродрому. Нанесена новая разметка, потому что самолет большой. У нас нет… Наши места стоянки так не были размечены. То есть мы специально для него увидели место стоянки. Оно будет в районе 23-й стоянки. Ну, то есть вот примерно вот ближе к терминалу. Он будет прямо возле терминала стоять. И на этом выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. С нами интересно. Счастливо увидимся.